знаете я так люблю любить а у вас бывает такое что вот когда вы любите забываете о том что вы любить мне например никогда не бывает такого потому что любовь любить это как как зубная боль но так наоборот правда как наоборот на и зубная боль короче вот только вот зубы ноют а вот когда любишь даже такого слова нет и знаете такие дураки эти люди которые думают что любить это плохо которые не умеют любить ведь и смысл не в том чтобы тебя любили вот можно любить да я знаю сложно это иногда так сложно как в стенку но не было ни одной стены которую бы я не пробила я даже сейчас расскажу одну историю в одном турне один молодой человек неважно кто всегда приходил и садился на первый ряд сидел значит и так бедно одет но его глаза и на третий вечер у него взгляд такой был как будто бы он сейчас как будто бы его глаза сейчас прям выскочат как будто бы как будто бы он сам сейчас как вскочит на сцену на меня вот и и вот это чувство знаете я его прям притягивала как как ниточку как это чувство наверное пойму только русалки или скрипачи ну струны река огонь он так смотрел как будто бы пожар сейчас вскочит на меня и вот всплыхнет а а после а после за кулисами за этими несчастными кулисами мы с ним поцеловались да я знаю это немного пошло но но случилось да и потом нам с ним правда было нечем разговаривать я говорила 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 а он молчит я тоже замолчала ну что это я буду говорить а в ответ только поцелуй так не бывает а потом утром я проснулась и просила давай еще чуть-чуть еще немножечко понравься пожалуйста нет я не его просила я просила бога бога о том чтобы он еще чуть-чуть мне понравился ну конечно знаете не его вина что он мне больше не нравился не его вина а скорее всего моя беда да не его вина моя беда это как знаете сломать хрустальный сервиз и жаловаться злиться что он не железный вот такая вот история